Всем привет, привет! Сегодня я еду в свой любимый салон Эльдакопола. Я там очень-очень давно работала. Именно оттуда я знаю Эльнару. Эльнара это мега крутой врач-косметолог, а именно по инъекциям. Она мне будет вкалывать либо диспорт, либо другое какое-то название. Все это мы узнаем у нее. В общем, у меня вот такая проблема. Я думаю, что она у многих, когда я хмурюсь, появляются такие два залома. Мне они жутко не нравятся. Когда поднимаем брови, тоже, в принципе, вот залом. Я хотела бы развеять многие мифы насчет диспорта, многие боятся делать, многие не знают, что это такое. Плюс ко всему она ответит еще на другие вопросы, которые вы мне задавали в инстаграме. И насчет биоревентализации, насчет разных мезотерапий, даже увеличению губ. Девчонки, хочу уточнить по поводу моих губ. Я удалила видео, правда, о моих губах. Нижнюю губу мне давным-давно испортил один мастер криворукий, к которому я пошла очень давно. Это было, может быть, лет 7 назад. Она мне вколола гель, который не рассасывается. Я думаю, что все вы знаете, что это за гель. Поэтому я знаю свои недостатки, и вы мне посмотришьте, вот у нее там губа нижняя. Все я прекрасно знаю. Чтобы убрать эту проблему, как, опять же, мне посоветовала Ильнара, это нужно идти к хирургу, и он будет вырезать эту шишечку. Это несложно, но у меня нет времени абсолютно поехать к нему. И мы сейчас опять улетаем. Может быть, я займусь опять этой проблемой где-то через полгода. Поэтому, девчонки, имейте в виду, не колите себе гель, который на всю жизнь. Это все фигня полная. А верхнюю губу когда-то давным-давно корректировала мне Эля, и я всем вам ее советовала. Это все, конечно же, уже рассосалось, ничего нет. Девчонки, вот я вам честно скажу, Ильнара – это просто мега-человек. Она очень многим помогла, избавила от многих проблем. Еду я в Альдакупол не потому, что там я делаю какую-то рекламу, нет. Им реклама не нужна, у них 90 салонов по всему миру, целая сеть. А факт в том, что я там работала 2 года, и я знаю всех мастеров от и дома, как большая семья, дружная, и я вам плохого не посоветую. Ну все, девчонки, я приехала к Ильнаре, сейчас я вас с ней познакомлю. Здравствуйте, я Ильнара. Так, Ильнара, расскажи, пожалуйста, что ты мне будешь, ты мне будешь не Диспорт колоть, а что именно? Я буду колоть тоже ботерлинистический токсин типа А, но препарат называется Нейронокс, это производство Южной Кореи, состав тот же самый, ботерлинистический токсин типа А, чищен андотоксинов, очищен от белков, абсолютная безопасность, сертифицирован более чем в 60 странах мира, в том числе и в Казахстане. Отличие от Диспорта, пожалуй, в названии, схеме дозирования и путь приготовления, то есть самого порошка, леофилиза, путем не высушивания, а глубокой заморозки. Именно в отношении действия это более хроматически благоприятные. Мы сейчас проверяли силу моих мышц, Ильнара попросила меня нахмуриться максимально, и вот, как вы видите, ужасные просто заломы, и поднять брови максимально. Я как этот, шарпей, блин. В жизни мы, конечно, так не делаем, но я иногда так делаю. Да, Жень, подними еще раз брови вверх, постарайся максимально сильнее еще раз, спасибо. Вот здесь вот боток, в самом деле, Диспорта можно немножечко поиграть. Опускай брови вниз, расслабляй лицо. Мы можем приподнять полностью всю мышцу лба, можем вот здесь растянуть, но уже, в принципе, никаких опущений наружного кантуса нет, поэтому мы оставляем все ее лицо, оставляем так, как она есть, как она нам нравится. Теперь нахмуриться. То есть выбираем максимальную точку максимального напряжения. Вообще можно обезболить, это кто боится, да, боли, да. В принципе, я не боюсь, поэтому мы так сразу, это все быстро, да? Эта процедура очень быстрая, она практически безболезненная. Нормально, терпимо, как будто комар, ну, чуть-чуть побольнее немножко. Нормально абсолютно. Процедура практически бескровная. Вся процедура заняла 30 секунд. Обалдеть, я в шоке. Мы сейчас будем больше вопросов задавать, то есть дольше. Да, дольше подготовка к процедуре, заполнение карты, расставление точек, объяснение зачем, что, почему, какие противопоказания, да и какие... Ограничение просто. Жень, ну вот смотри, в течение трех часов нельзя сегодня принимать горизонтальное положение. То есть в течение трех часов после сегодняшней процедуры, почему, чтобы не было диффузии. То есть препарат мы вводим очень небольшое количество, то есть именно в ту точку, которая приводит, ну, максимальное движение. Если ты будешь ложиться и тому же на бок, либо лицом вниз, препарат может немного сместиться и, соответственно, получим другой эффект. Нельзя массировать вместо инъекции опять с той же целью, чтобы не было диффузии. Желательно не употреблять крепкий алкоголь в течение 10 дней, пока препарат берется. Берется препарат в течение двух недель. 10 дней крепкий алкоголь, особенно в большом количестве, нельзя, потому что он очень быстро, эффект от него пройдет. То есть эффект будет, но он будет кратковременный. И нельзя, опять, с той же целью, нельзя принимать горячую баню. Не в ванную, а в баню именно. Ну, собственно, все. И на солнце, да, нельзя? На солнце нежелательно в течение трех дней, то есть нельзя вот так лежать за гора. Естественно, к этой процедуре есть противопоказания, так как мы с Женей знакомы давно, я знаю, что у Жени этих противопоказаний нет. То есть что относится к противопоказаниям? Это беременность, лактация, миодистрофические заболевания, они, как правило, проявляются либо в раннем возрасте, либо уже человек знает, что он генетически предрасположен. Минструация не является противопоказанием, я не знаю, что кровить может сильнее, но опять-таки вторая, третья фаза цикла у большинства и более болезненно, и сосуды более полнокровные, что может привести к синичкам и так далее, но это является абсолютным противопоказанием. То есть абсолютное противопоказание, вот я перечислила, естественно, лихорядящие заболевания, то есть заболевания сопроводятся высокой температурой и психические заболевания. После процедуры, возможно, небольшая отечность в течение двух-трех недель, она, как правило, самостоятельно проходит, не требуя никакого вмешательства со стороны врача. Можно, в принципе, поделать какие-то легкие массажики, там, масочки из зеленого чая, охлаждающие какие-то гели, которые будут способствовать более быстрому лимфооттоку, соответственно, уменьшая отечность. Также, возможно, головная боль. То есть головная боль может быть в том случае, когда, вот, допустим, у Жени мышцы активные, но Женя ее не так часто использует. Есть люди с гиперактивной мимикой, и головная боль связана с тем, что они не могут нахмурить брови, допустим, или поднять брови в том режиме, в каком раньше работали. Соответственно, это может сопровождаться головной болью. Любой обезболивающий препарат в этом случае. То есть, опять-таки, это в течение двух-трех недель проходит, как только человек привыкает к тому ощущению, что мышца не требует вот этого вот гипертонуса. Ваши вопросики, девчонки. Вредно ли колоть диспорт, ботекс и так далее? Честно говоря, я не видела... Опять-таки, мы про противопоказания абсолютные с вами проговорили. То есть, если в момент заболевания сильного, либо прием каких-то сильных антибиотиков, либо, опять-таки, естественно, люди с миодистрофией, это очень вредно. Это может привести к просто фатальным последствиям. То есть, когда идем на эту процедуру, должны точно знать, что у нас нет этих заболеваний, да, выше перечисленных. Со скольки лет можно колоть? У диспорта, у ботекса, вообще, в принципе, препаратов с ботонистическим токсином нет каких-то абсолютных возрастных противопоказаний, так как препарат, в принципе, изначально был предназначен для неврологических больных и показания с одного года жизни, ну, при определенных неврологических состояниях. Нужно, опять-таки, учитывать, что эти процедуры все для молодых. То есть, это профилактические меры старения. То есть, это не решение каких-то проблем, которые уже есть, да, каких-то глубоких проблем, потому что в данном случае никакие препараты, ну, то есть, они дадут результаты, но очень такие мало-мало выражены. То есть, эти процедуры для молодых, то есть, именно для профилактических. То есть, все пишут, вот, так рано колешь, это надо в 40 лет кого-то делать вообще. Нет, ни в коем случае. То есть, здесь нет. Опять-таки, есть люди, у которых в 40 лет не выражены мимические морщины, у которых не выражена такая, нет такой активной мимики. Женя, вот в твоем случае мышцы достаточно сильные, соответственно, их толщина достаточно, ну, они глуб... Ну, то есть, толщина достаточно высокая. И если ничего не делать, то морщинки могут сформироваться достаточно глубокие. Естественно, это лучше делать профилактику сейчас. Я прочитала такое хорошее высказывание. Молодость лучше сохранять, а не возвращать. Вот. Поняли. Так, в какие зоны колют? То есть, многие еще думают, что нужно ниже глаз, можно колоть. Нельзя же? Можно. Можно, да? Можно, опять-таки, можно, в зависимости от того, какую проблему мы видим. Главное знать, куда колоть, какая мышца задействована в том или ином процессе. Для чего мы колем, какой результат мы хотим получить. То есть, можно как приподнять, вот, допустим, щеку, либо убрать слишком квадратную челюсть, когда вот слишком выражена жевательная мышца, мускулез масса и торковец. Да, для того, чтобы сгладить именно угол нижней челюсти. Можно приподнять вот эту часть, опять-таки, с нейронокса, ну, с патрулистическим токсином. Можно приподнять второй подбородок, убрать платизмы, тяжи платизмы на шее и так далее. То есть, да. И вокруг глаз тоже. И вокруг глаз можно, конечно. Морщины. Опять-таки, да. Блокируют просто, получается. Блокируют именно передачу нервно-мышечную. То есть, человек улыбается, морщинок при этом нет. То есть, мимика есть, морщинок нет. Вот эффект маски у кого в основном получается? А, эффект маски получается в том случае, когда выбрано очень большое количество единиц. То есть, нет соответствующей мимики. Тогда получается эффект маски. Действительно, это не очень симпатично выглядит, особенно на видео и на фото. Особенно, когда человек улыбается. Да. То есть, статически он на себя в зеркало смотрит с утра, посмотрет. Да, все хорошо, красиво. Но, как только он начинает улыбаться, это видят окружающие, это не очень. Это значит, работа не профессионала, да? Ну, как сказать. Да, то есть, вот здесь, опять-таки, с патрунистическим токсином очень важно поймать вот эту грань, когда, чтобы было красиво, но чтобы не было перебора. То есть, чтобы не было вида такого, что «О, ты что, ботокс сделал?» Нет, очень важно, чтобы люди окружающие говорили «О, ты хорошо выглядишь, посвежела». Вот такие вот моменты. Чем колят? Вот колят ботоксом, диспортом? Какая вообще разница? Просто в названии, в принципе. И там, и там. Ботолитический токсин типа А. У нас на рынке в Казахстане сейчас три засертифицированных препарата. Это диспорт, нейронокс и битекс-эй, по-моему. Это китайского происхождения. Но я отдала предпочтение нейроноксу уже в течение семи лет, успешно его практикую, и мне все больше и больше нравится работать с ними, и эффект после, и также моим пациентам. Кстати, еще бывают такие эффекты, когда перекашивают, да? Да, бывают, опять-таки, когда несимметричное введение. Женя меня видела, когда у меня был такой неудачный опыт, как у пара мне сделала, помнишь? Да, у меня была одна бровь ниже, другая выше. Ну, это опять-таки, это зависит от доктора, который выбирает. То есть, для доктора, который делает, практикует патрунистический токсин, очень важно понимать функциональную анатомию лица. То есть, не просто так мы выбираем точки и колем, а понимать, какая мышца приводит движение и формирует эту морщинку, и какая мышца формирует западение щек, или какая мышца формирует вот эту квадратную челюсть. И так, в принципе, колоть можно везде. И вокруг губы, носогубные складки, главное понимать, зачем мы колем это, что мы хотим получить. И если испортят, то, в принципе, можно это все исправить легко. В принципе, не то, чтобы легко исправить, можно. Есть препарат, вот опять-таки, радиоволновой лифтинг или термаж, он практически полностью разрушает препарат. То есть, в течение двух недель, пока он берется, уже будет видно диссонанс какой-то, который можно решить. Либо микротоковая терапия очень хорошо помогает решить этот вопрос, потому что точно так же микротоки стимулируют выработку ацетилхолина, и тем самым разрушает, нейтрализует препарат. То есть, в принципе, этот решить вопрос можно. Очень большой действительно плюс ботернистического токсина в том, что этот препарат не на всю жизнь. То есть, так или иначе, действие его пройдет рано или поздно. Если мы получаем хороший эффект, к сожалению, этот результат проходит через 6-9 месяцев. Если мы получили плохой эффект, то, в принципе, его можно нейтрализовать, он пройдет течение. Можно ли при помощи диспорта избавиться от небольшого рубца на лице? Смотря где он находится, если это в зоне именно мимической активности, если он минус ткань, если он тянет, соединительная ткань на себя тянет кожу, то да, именно если, допустим, на межброви мы расправляем межброви, он становится меньше. Но это все-таки не метод решения изменений рубцовых. Все-таки, я думаю, что, опять-таки, в этом случае стоит посмотреть. Потому что, если, опять-таки, это минус ткань, можно заполнить, в принципе, препаратами на основе гиалуроновой кислоты и, тем самым, решить эту ткань. На какой деле он расхватывается, ты сказала? Четвертый-пятый день. Нет, четвертый-пятый день мы видим результат. Первый, полный результат, тот, который продлится 6-9 месяцев, будет через 2 недели. А, то есть, 6-9 месяцев длится? Длится эффект. То есть, препарат разрушается, через 2 недели его нет в нашем организме. Мы видим только результат его действия, а его уже в организме нет. И, получается, потом просто может образоваться привычка, да, не хмурится? Да, совершенно верно. Дисциплинарный эффект, к чему многие стремятся, почему мы заводим карту, для того, чтобы отслеживать, какое количество единиц, какие точки мы сделали, обследить динамику, интервал между процедурами. И, насколько мы можем, опять-таки, о своей работе судить, насколько положительный дисциплинарный эффект у нас. В принципе, да, но цены на эту процедуру не такие высокие по городу. 1800 тенге единицы. Опять-таки, если смотреть, вот Жене мы сегодня сделали на область лба и межбровья, сделали 16 единиц. А, так мало всего лишь, супер, видите. Не обвисает ли мышца после, там, полугода, когда перестает человек колоть, а все думают, что мышца вот так сразу опустится. Нет, ни в коем случае. Опять-таки, если делать очень много и очень сильно натягивать кожу, мышцу лба наверх, то, естественно, после того, как препарат отпустят, будет ощущение, что все упало вниз. Но, опять-таки, то есть, ну, я в своей практике, слава богу, такого не видела, хотя я очень много слышала такого, что мышца атрофируется, и потом она падает, это тоже все ерунда, потому что препарат на трофику, на питание мышцы никаким образом не влияет, но влияет именно на нервную мышечную передачу. И, соответственно, трофика, питание мышцы остается на прежнем уровне, и ничего не повисает, в принципе. Ну вот, что лучше помогает от мимических морщин гусиных лапок? Лучше всего инъекции ботокса, ботернистического токсина. Это золотой стандарт. Пролонгировать эффект, опять-таки, ботернистического токсина можно, опять-таки, вокруг глаз очень хорошо справляется крема, который с эффектом ботокса. Да. Такие есть кремы? Да. Так, а теперь давай поговорим о губах. Всех очень интересует вопрос насчет увеличения губ. И вот буду сейчас задавать вопросы. Чем колоть, чтобы не было пожизненного эффекта? Лучше не колоть с препаратами, которые на пожизненном, да? То есть колоть лучше всего препаратами на основе гиалуроновой кислоты. Почему? Потому что это безопасно, это проверено, и опять-таки, большой плюс того, что это не пожизненный эффект, потому что у нас лицо меняется у всех, да, с течением времени. Естественно, препараты, те, которые пожизненны, они могут точно так же вместе с изменениями на лице меняться в какую-то другую сторону. Это не очень симпатично. Первое. Второе. Пожизненные препараты, в принципе, уже запрещены лет 5-7, как в Казахстане, и лет 10, как в Соединенных Штатах и в Европейском Союзе. Но, к сожалению, опять-таки, подкалывают их где-то до сих пор. Поэтому лучше выбирать препараты на основе гиалуроновой кислоты. Они никогда не дадут эффекта силиконового губа. Они будут всегда очень естественно смотреться. Именно дадут расправленность, увлажненность, детскую такую припухлость. Можно ими сделать очень четкий контур. То есть предпочтение давать препаратам на основе губа. Когда рассасывается гиалуронка в губах? У всех очень индивидуально. Опять все зависит от скорости обменных процессов, от образа жизни, который человек ведет. Но в среднем где-то 6-7 месяцев. Опять, смотря какой препарат мы выбираем, лучше выбирать те препараты, которые непосредственно предназначены для введения в область губ, потому что они более стабилизированы и в то же время более мягко ложатся, чем, допустим, препараты, которые предназначены для решения зон носогубной складки. Но вот, к сожалению, на губах нет такого длительного, сверхдлительного эффекта. С одной стороны, с сожалению, с другой стороны, к счастью, что мы можем всегда где-то что-то добавить, либо как-то изменить. Чем обезболивают губы, когда вкалывают? А, да, я пользуюсь анестезирующими кремами. То есть PMU анестетик крем, он рекомендован FDA, Американская ассоциация хирургов, и Emily. То есть сочетания они дают вообще очень хороший результат. Почему? Потому что для меня мне легче корректировать именно, если это особенно изменение формы губы. Когда мы делаем проводниковую анестезию на область губ, то небольшая диспропорция такая наблюдается, как после стоматологов сами. Помните прекрасно, что у нас немножечко где-то перекос, и это достаточно сложно потом для коррекции. Да, эта процедура чуть дольше занимает время, не так, как после проводниковую анестезию. Но опять-таки, на мой взгляд, более безопасно. Есть препарат уже с лидокаином? Да, вот опять-таки, рестиларий липолиум, он содержит лидокаин, что опять-таки очень приятно для меня и для моих процентов. И в том, что практически не бывает. Что нельзя делать после увеличения губ? В течение двух-трех суток нельзя совершать перелеты, если особенно мы много вели. Почему? Потому что, допустим, если это от одного миллилитра и выше, то есть два-три дня лучше не летать. Нельзя также ходить в баню, нельзя пить горячее, нельзя целоваться, но я думаю, что и не получится. Ну, собственно, все. А, и прием антикоагулянтов, то есть аспирин, кардиоаспирин, это тоже нежелательно, потому что это может привести к сочкам. Ничего себе. Так, можно ли сделать естественно губы, чтобы это не было видно? Ну, конечно, ты про это говорила. Ну, да, я, опять-таки, я люблю делать более естественно, чтобы не было такого, что «Ого, что-то губы сделала». То есть это не очень симпатично, как это какой-то минус, допустим, ну, работа врача, я думаю. То есть, да, лучше делать естественно, можно делать естественно. Просто именно вот как-то поднять. Да, приподнять, сделать более четкий контур, приподнять уголки, чуть расправить губы, будет очень симпатичным. Вот смотри, препарат, который увеличивает губы, он, соответственно, не может дешево стоить, да? Ну, естественно, да. Вот примерно средняя цена. То есть если вам предлагают препарат за 30 тысяч сделать губы, то это гораздо ниже себестоимости. То есть препараты европейского качества, препараты, которые одобрены, которые не дадут никаких гелиом, никаких осложнений, никаких контрактур в губах, они все дорогие. То есть средняя цена начинается от 350 евро. Это нормально. То есть это за 1 мл, 350 евро, это нормальная цена. Вот как будут выглядеть губы, если потом не повторить увеличение? Они не обвиснут? Нет. Не растянутся? Ну нет, нет, ни в коем случае. Препараты на основе гиалуронной кислоты, они не инкапсулируются, они очень пластичные, они очень легко интегрируют ткани. То есть они становятся нашими собственными, то есть их не чувствуется буквально на второй-третий день. То есть нет ощущения, что что-то инородное есть в губах. Естественно, опять-таки, даже в том случае, если вы ввели очень много препаратов, и по мере рассасывания, то есть он будет дольше рассасываться, но по мере рассасывания ничего повисать не должно. Слышала, что уголки губ опускаются, выглядит, мягко говоря, не очень. Уголки губ опускаются, наверное, пожалуй, все-таки не от того, что когда-то делали контурную пластику, а больше от времени, потому что это уже гравитационное изменение. Старение. Да, совершенно верно. То есть наоборот, опущение уголков губ, мы можем решить различными способами, то есть от поднятия щечки, там поднятия именно мочинцы, марионетки до агментации губы. После ветрянки осталась ямка, прямо на середине щеки. Что можно сделать? У моего сына этой весной была ветрянка, осталась ямка на середине щеки, я ему просто ввела геороновую кислоту, в лакопилищику, и все. Мы заполнила ее, да. Класс. Я не думаю, что эту процедуру, то есть это, естественно, не пожизненная вебель процедура, но прошло уже больше полугода, и в принципе нет, ямочки нет. Супер. 14, кстати, да. 14 лет, да. Вот. Так, теперь очень интересно про месотерапию для улучшения цвета кожи от пигментации мелких морщин. Биоревитализация. Ну да, здесь лучше сразу же сделать биоревитализацию. От пигментации я говорила, что есть еще специальный препарат White In, но лучше делать биоревитализацию, который решает все эти проблемы. И мелкие морщинки, и качество кожи, и цвет лица, и пигментация, и акне, и расширенные поры, и так далее, и так далее. Угу. Так, Жень, спроси, пожалуйста, про криомассаж. Действительно ли эта процедура убирает воспаление и просто к ней? Насколько она действует? Что такое? Криомассаж – это, в принципе, такая старая советская методика. Делается она при помощи жидкого азота. Усиливается приток крови, то есть температура жидкого азота минус около 200 градусов. Естественно, это, или я ошибаюсь, но что-то очень такая низкая, такая очень-очень низкая температура, потому что он тут же начинает испаряться в виде такого дымка идет, то есть делают криомассаж, то есть да, усиливается кровообращение. Очень много плюсов от этой процедуры. Но сказать, что это единственная панацея, я бы не сказала. То есть существуют более современные методики, которые, прежде всего, нужно понять, почему, в принципе, есть акне, да? То есть устранив проблему, саму причину, мы уже можем решить все вот эти вот последствия, которые получились. Касательно носогубной складки, как ее можно убрать и на сколько хватает эффекта? Опять-таки, смотря какая носогубная складка и смотря какую препарат мы выбираем. То есть можно завершить этот вопрос, если это только-только с самого начала, можно решить этот вопрос при помощи биорегитализации, и это будет очень неплохо. Если уже складка сформировалась, то здесь уже более такие, ну, филеры на основе гиалуроновой кислоты, которые стабилизированы. Но существует еще препарат Рэдиэс, это на основе гидроксиапатита кальция. Он прекрасно работает со свободной складкой и, в принципе, и даже с самыми начальными изменениями, но единственное, что он такой достаточно дороговатый. То есть... Ну... На сколько его хватает? Рэдиэс охватает где-то годы на два, на три. Да, по последним данным годы на два, на три филера хватает на год. Эффект этот филер развития в течение года, полутора, в зависимости от того, каким образом мы ввели, какой препарат, и какая вообще, в принципе, была изначальность. 21 век увеличение губ уже не в моде. А что? Нет. Опять-таки, что мы имеем изначально? Ну, в моде всегда красивые и свежие, да? То есть это то, что может дать гиалуроновая кислота. Если изначально девочка имеет невыраженный контур, бледные губы, достаточно тонкие, либо которые поджимаются вовнутрь постоянно, в зависимости от того, какое детство она провела там, и так далее, то есть комплексы и так далее. То есть эти все вопросы можно решить и делать девочку более уверенной и более свежей, хорошо выглядящей, которая будет на себя смотреть в зеркало, будет тебе нравиться. По-моему, это замечательно. Мы же не говорим о том, что делать вот такие губы огромные, да, то есть это, я согласна, это никогда не было в моде. А вот именно красота, как сказать, что она не в моде, да? Красота всегда в моде. А сделать более красивое лицо, по-моему, это... А название будешь говорить, какими именно губами? Какими ты пользуешься? Я вот именно для губ пользуюсь Plurial Volume и Ristiline Lip Volume. Также мне нравятся Teosial Kiss. Это вот препараты, которые именно предназначены для введения в область губ. Как избавиться от кругов под глазами? Есть ли какие-то инъекции, помогающие избавиться от этой проблемы? Ну, смотря какие круги, да, препараты есть. Существуют методики от мезотерапевтических и до уже введения филеров. Смотря какие мы круги видим, то есть если это просто такие синие круги, то есть препарат производства Promo Italia Light Ice. Он великолепно справляется с этой проблемой. Делая процедуры, значит, раз в две недели, где-то 3-4 процедуры, никаких темных кругов, никакой отечности и так далее. Но сколько просто хватает эффекта? Ну, приблизительно полгода. Есть люди, которым хватает на год. Но, возможно, эти люди просто далеко живут и приезжают сюда раз в год. И я их вижу, когда они приезжают раз в год, и мы делаем эти процедуры. То есть помогает действительно очень хорошо. Да, они взрывают особо. Да. После биоревитализации через какое время можно заполнить носогубку или наоборот? Нет, вот здесь есть идея биоревитализация. То есть врач, который посоветовал именно таким образом делать, я считаю, что это очень правильно. Потому что биоревитализация сама по себе, она стимулирует выработку коллагена эластика, как я уже говорила. Она слегка приподнимает носогубную складку, она готовит кожу именно к введению более плотной гелени. То есть все методики, которые на лицо делаются более серьезные, чем мезотерапия, все начинаются с биоревитализации. То есть биоревитализация – это начало-начало. Будь это глубокий химический пилинг, либо лазерный пилинг, либо фракцель, либо операция, все начало начинается с биоревитализации. Потому что она поможет быстрее адаптироваться, быстрее получить хороший результат, более выраженный. А вот интервал между этими процедурами, опять-таки, ваш доктор должен подсказать. То есть если это курсом вы делаете биоревитализацию, это одно. Если это однократная поддерживающая процедура, это другое. Но не раньше, чем через 10 дней. Можно ли удалить веснушки? Ну, честно, опять-таки, веснушки, на мой взгляд, это очень мило. У моей дочи есть веснушки, и мне очень нравятся эти веснушки. И когда вы говорите, что «мамочка, когда я вырасту, я удалю веснушки», я говорю, категорически нет, мне нравятся веснушки, это мило. А чтобы именно удалить полностью, я, честно говоря, не слышала про такие методики. Их можно осветлить, их можно, опять-таки, предотвратить, чтобы они сливались. Но это мило. Ну, тоже. Это модно даже. Сейчас все необычное, модное, и это естественно. Можно ли удалить родинки, и остаются ли шрамы следы после этого? Я думаю, что, опять-таки, здесь этот вопрос лучше решить хирург-дерматолог. Именно хирург, потому что у них есть дерматоскопы, они могут посмотреть, можно ли удалять эту родинку и нужно ли вообще. И, в принципе, если это родинка, которая растет и подвергается постоянному воздействию солнечных лучей. Вот как у меня, вот над губой она растет. Ну, она тебе идет, Женя, я себе не представляю, тебя объясни ее, честно говоря. Когда на ней станут расти волосы, мы на тебе ее уберем. Растет. Уберем когда-нибудь. Пока это мило. Да, я застригаю. Вообще, на самом деле, опять-таки, рост волос на родинке говорит, что она безопасная. Безопасная, да? Вот когда на родинке волосы резко выпадают, все это говорит о том, что это перерождение. Вот на этой нет родинки, но она более гладкая. Все равно выпукл. Ну, ладно. Так, правда ли, что если сделать биоревитализацию, можно особо не ходить к косметологу? Наверное, я так думаю, что я соглашусь с этим. Да, потому что, ну, опять-таки, для меня биоревитализация, это вот, сделаю ее и, в принципе, как бы можно и о чем не думать. Но все зависит от того, какая кожа. То есть, нельзя так, что, да, вот сделай биоревитализацию, не ходишь к косметологу. Все очень индивидуально. А что это вкратце? Можешь рассказать, что это такое? Да, это введение нестабилизированной кислоты, интрадермальная, непосредственно в дерму для запуска обменных процессов. То есть, в присутствии гиалуроновой кислоты происходит деление, то есть, дерма начинает продуцировать два важных белка для нашей кожи, это коллаген и эластин. То есть, именно в присутствии гиалуроновой кислоты. И в присутствии гиалуроновой кислоты лучше дифференцируются слои кожи, тем самым профилактика гиперпигментации, профилактика солнечной такой вот чувствительности к солнцу повышенной, профилактика сальности желез, сальных гиперактивности сальных желез и профилактика вот этих вот увеличенных пор, профилактика акне и так далее. То есть, эффектов фабриоревитализации очень много, это действительно волшебная процедура, одна из тех процедур, которые я очень люблю, потому что это действительно позволяет решить очень много проблем. Но сказать, что после этого к косметологу можно вообще не ходить, ну, очень индивидуально, но все-таки, думаю, что периодически нужно. Как избавиться от гиперпигментации на лице? Пятна, лазер, химический пилинг, уколы витамина С не помогают. Внутренние органы проверены, все чисто, никто понять не может, что делать. Здесь, наверное, опять-таки нужно дифференцировать, какого рода это гиперпигментация. К сожалению, у нас нет до сих пор такого аппарата, который может определить глубину пигментации. Если делали уже лазер и химический пилинг, тем самым мы уже истинчили дерму, после этого требуется, конечно, такая очень мощная защита всегда от солнцезащитных лучей, от солнечных лучей, от инфракрасных лучей. То есть, это круглый год. Инъекции витамина С, если они помогают, то можно прибегнуть к препарату опять производства промоэтан и вальтин. Он, в принципе, неплохо решает эту проблему, очень неплохо. В сочетании с биоревитализацией дает хороший результат стойки, но опять-таки эффект от этих процедур, длительность эффекта от этих процедур будет зависеть от самого человека, насколько точно он выполняет все рекомендации после. Как избавиться от огромных пор на лице? Расширенные поры, к сожалению, это то, что мы получаем от наших родителей, но увеличиваться они могут в том случае, если функция сальной железы слишком активная. А вот здесь опять-таки нужно смотреть, почему она может быть увеличена. Либо это воздействие тестостерона, мужских половых гормонов, на сальную железу, либо это нарушение микрофлоры кишечника, то есть повышение фермента 5-альфа-редуктаза тоже может стимулировать сальную железу, либо это снижение количества гиалуриновой кислоты в коже, оно тоже может привести к увеличению функций сальной железы. То есть здесь нужно опять-таки при встрече смотреть, выяснять, может быть задаваться анализы. И методов много, то есть если исключить все перечисленные проблемы, это, в принципе, приведет к хорошим результатам. В принципе, все, все вопросы мы задали, Ильнари, она очень классно на них ответила, я так считаю, поэтому будем заканчивать. И результат конечный мы увидим через 2 недели, я обязательно это все сниму, и потом, после я уже отредактирую видео и выложу его на свой канал. Вот, все. Всем пока-пока. До свидания. Всем привет-привет, ребята, я хочу показать вам конечный результат моего диспорта на лбу. Очень мне нравятся эффекты, посмотрите, вот я сейчас буду максимально поднимать свои брови, и нет вообще никаких морщин здесь. А мимика, она осталась та же, и я сейчас попытаюсь нахмуриться. Чуть-чуть, видите, есть, но окончательно еще диспорт не схватился, но мне, в принципе, и этого достаточно. Как бы мимика, все осталось, как бы все такое живое, ничего не стоит на месте, и мне это безумно нравится. Я думаю, что и вам тоже нравится результат. Если да, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, пока-пока.